Музыка Кандидат химических наук, член президиума Национального подготовительного комитета 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который в октябре минувшего 2017-го года проходил студию, Александр Сергеевич Барков. Здравствуйте, ну очень живо уже пошла дискуссия, и я надеюсь, мы с вами продолжим разговор уже в таком более диалоговом режиме, тем более тема, о которой я хотел бы рассказать, она отчасти уже затронута в этом бурном обмене мнений. Тема моего сегодняшнего разговора связана напрямую с классовой борьбой и социальным партнерством. И прежде всего я хотел бы спросить непосредственно вас, а кто из вас вообще сможет сформулировать, что такое классовая борьба и что такое социальное партнерство? есть желающие? Да, со своими словами, без разницы как. Ну, классовая борьба – это одна из главных форм неравенства, основанная на, по большей части, достатке человека и на возможностях, которые он имеет по сравнению с другим человеком. По слову, борьба-то где-то? Ну, типа, самое главное. Не борьба и отдача, или противостояние. Борьба – это же противостояние, ну, типа, ну, обслуживаю. Так, понял, понял, окей, пожалуйста. Мне кажется, что в классовой борьбе цели и задачи не совпадают. Ну, как раз у вас. А что касаемо как раз партнерство, то есть здесь уже эти общие цели находятся, поэтому общество, оно взаимосвязано, и не работает. Интересно, понял. Ваше мнение? У вас борьба, мне кажется, это то, что разделяет граждан внутри страны из-за привилегированности или больших полномочий у одного части населения, а у другого его нет. Как, например, во Франции до одного момента, ну, женщины не могли голосовать, как и мужчины. Или, например, что в первой буржуазной революции голосовать могли только, по сути, те, кто имеет землю и определенный доход. А социальное партнерство – это взаимодействие всех классов, ну, граждане, которые по классам, и они не общенны перед друг другом. Понял. Ну, мнения различаются, да, но во всяком случае ясно, что классовая борьба и социальное партнерство – это вещи, ну, даже по самим названиям, по самим этим словам, немножко даже противоположные друг другу. Классовая борьба – это борьба классов, столкновение классов. Социальное партнерство – это, по-видимому, партнерство классов внутри социума, внутри общества. Чтобы войти в тему, я попробую начать с тех примеров, которые, может быть, будут вам близки. Может быть, сегодня, а может быть, в недалеком будущем. Есть ли у кого-нибудь из вас опыт работы? То есть, вот кто-то пытался совмещать учебу в УЗИ и работу. Есть. Окей. Немного, но есть. И вот представьте себе ситуацию. Кто-то это уже может представить, кто-то, может быть, уже на своей шкуре испытал, а кто-то это узнает, может быть, спустя несколько лет. Представьте себе ситуацию, когда вы устраиваетесь на работу, вы молодой студент или только что закончивший ВУЗ, молодой специалист, у вас еще нет опыта, да, и понятно, что на рынке труда вы пока еще не можете претендовать на что-то такое супер-пупер большое, да. И вот вы устроились на некое рабочее место, молодая, динамично развивающаяся компания ООО «Рога и копыта», вот, и вы обнаруживаете вдруг, что на этой работе вам придется столкнуться со сверхурочными, сверхурочная работа, когда рабочий день не очень нормированный, когда вас настойчиво просят остаться до 7 вечера, до 8 вечера, до 9. Или, когда вас просят выйти на работу в выходной день, да. Переработки. Когда вы вынуждены работать не 8 часов в день, а 9, иногда 10. И при этом эти переработки с вами не только не хотят согласовывать, но даже не допускают мысли о том, что вы скажете нет. Вот надо, понимаешь, надо. Вот у нас горит проект, у нас срочный клиент важный, который ждет, вот нужно. Вы вдруг сталкиваетесь с тем, что у вас банально плохие условия на рабочем месте, что, допустим, вы работаете за устаревшей техникой, что ваше рабочее место не очень освещено, или что оно плохо вентилируется, или оно банально шумное, проходной двор какой-то, вам трудно сосредоточиться. Казалось бы мелочи, но неприятно. Или же вам говорят при поступлении на работу, вы отличный работник, мы видим, у вас большой потенциал, но вы должны пройти испытательный срок, например, 3 месяца, в течение которого вы за эту работу будете получать меньше, чем обычные сотрудники. То есть работать вы будете столько же, сколько и они, получать будете меньше. Почему? Ну потому что мы вас проверяем, вы же новый человек, вот мы не знаем, справитесь вы или не справитесь. Логично? Ну, как будто бы логично. Вот. А зарплату, естественно, дают в конвертиках, и при этом почему-то так оказывается, что у вас оклад очень-очень маленький, например, 15 тысяч рублей, да, а все остальное премия. И тебе говорят, все нормально будет, получишь ты свою зарплату. Ну, да, она записана в виде премии, выдается в конвертах, но ты понимаешь, тяжелые времена, надо как-то минимизировать налоговые выплаты, мы, конечно, тебе все заплатим. А потом выясняется, что на самом деле по договору, который ты подписал, не глядя, конечно же, кто у нас считает трудовые договоры, оказывается, что зарплата у тебя все-таки 15 тысяч, а все остальное, заплатят тебе или не заплатят, зависит от доброй воли дяди, работодателя, на которого ты и работаешь. И когда ты спрашиваешь у коллег, у сослуживцев, у бывших сокурсников, тебе говорят, ну это у нас в стране так принято, так везде, это нормально. Вот. И когда ты обращаешься с вопросами к работодателю, слушайте, а как же так, может быть, все-таки условия труда сделать мне получше, может быть, часть премии перевести в оклад, потому что я реально отрабатываю эти деньги, тебе начинают говорить, понимаешь, кризис, экономический кризис у нас в стране, мы должны оптимизировать расходы, нам надо вот так, иначе наша компания будет терпеть убытки, поэтому ты потерпи. И вообще говоря, на этом моменте вы должны остановиться и подумать, эй, не я создал этот кризис, в котором мы все оказались, это не по моей вине компания должна какие-то там проблемы испытывать, я здесь ни при чем, я честный работник, я пришел на работу, я рассчитываю получить достойное вознаграждение за свой труд, я же не говорю работодателю, послушай, у меня тут кредит за айфончик, или у меня тут ипотека, да, а повысь мне, пожалуйста, зарплату, просто потому, что мне нужно кредит этот выплатить, ну повысь. Естественно, мы так не говорим, нам это кажется диким, глупым, потому что, ну, казалось бы, это наша проблема, почему работодатель должен нам повышать зарплату за красивые глаза, но почему он нам должен понижать зарплату, из-за того, что у него какие-то проблемы, к которым мы не имеем никакого отношения, вот эта мысль, к сожалению, у нас появляется гораздо реже, и вот на этой почве, на этой почве мы и подходим к понятию классовой борьбы, потому что, когда мы с вами сталкиваемся с подобными ситуациями, с маленькими, бытовыми, устоявшимися привычными несправедливостями на рабочем месте, или даже здесь в институте, в ВУЗе, как тоже бывает, да, у каждого из нас, у вас, у нас, у всех появляется принципиальный выбор, или терпеть, или бороться, вот, и в зависимости от того, какой вариант вы выбираете, события начинают развиваться очень разным способом, да, очень по-разному. В Российской Федерации, в нашем замечательном государстве традиционный выбор – это терпеть, традиционный. Именно поэтому из года в год условия жизни и условия труда в нашей стране непрерывно ухудшаются, непрерывно ухудшаются. Речь идет даже не о каких-то там банальных вещах, вроде зарплаты в конвертах, или там каких-то других проблем на рабочем месте. Это можно проследить даже по законодательству. Например, как эволюционирует трудовой кодекс, да. Когда-то, вплоть до 2000 года, мы жили по закону, который во многом повторял советские нормы, очень щедрые нормы для работников и для учащихся, по которым работодатель кругом был нам должен обеспечить замечательные условия, а мы, если что, могли тут же прекратить работу там и требовать, активно требовать, чтобы у нас все с вами было хорошо. Потом трудовой кодекс заменили на другой, гораздо более урезанный, гораздо более убогий. По нему, правда, у нас все еще есть некоторые права. Но немытьем-то катаньем у нас в стране вводятся новые законы, новые подзаконные акты, например, так называемая специальная оценка условий труда, СОУД, кто хочет, можете погуглить, по которой вредное производство становится не таким уж вредным. Плохие условия труда оказываются не такими уж плохими. И в конечном счете оказывается, что да вы вообще спасибо должны сказать за то, что вы еще работаете. Вот, примерно так. И совсем другую картину мы наблюдаем в той же Европе. Вот сегодня не раз вспоминали о Франции. И я думаю, многие из присутствующих согласятся с простой мыслью, что в Европе, по большому счету, в среднем жить лучше, чем, например, в России. По деньгам, по условиям труда, по зарплатам, по социальным выплатам. В среднем. Мы берем среднюю температуру по больнице. Самый тупой вариант. Самый понятный, самый доступный. В среднем. Средняя зарплата, средняя продолжительность жизни, среднее количество льгот, социальных пособий, выплат. Почему? Может быть, потому что Европа такая цивилизованная, и там все друг другу улыбаются и раскланиваются? Может быть, потому что там работодатели такие цивилизованные? Нет. Чиновники там такие же чиновники, работодатели такие же работодатели. Потихоньку подворовывают. Да, потихоньку эксплуатируют. Все как обычно. Разница только в одном. Народы Европы, в отличие от нашей страны, от нашего народа, привыкли за свои права бороться. Если там господин Макрон, или там не знаю кто, неважно, вдруг объявит, что слушайте, а давайте мы повысим пенсионный возраст на один год, на один. На следующий день 100 тысяч человек выйдет на улицы Парижа, побьет витрины, попереворачивает машины, устроит потасовку с полицией, и тем самым как бы намекнет господину Макрону, что мы этого не хотим. И мы этого не просто не хотим, но мы готовы бороться, драться, бить морды за то, чтобы этого не было. Я, конечно, привел отвлеченный пример, не подумайте, что я призываю к чему-то и прочее. Но тем не менее, и вот такие ситуации типичны для Европы. А в нашей стране объявили о том, что придется повышать пенсионный возраст на 5 лет, то есть людям, которые немощные, которые вымотаны работой, которые потеряли здоровье, угробили все свои силы, им надо будет работать еще 5 лет, чтобы получить какие-то копейки от государства. И ничего, тишина, все молчат, все хорошо, всем все нравится. Вот именно поэтому в Европе живут хорошо, а в России живут не очень, мягко говоря. И более того, вот эта терпимость, в плохом смысле этого слова, как вот знаете, на блатном жаргоне называют терпилами людей, из нашего народа, в общем-то, сделали таких терпил, это стало уже частью менталитета. И здесь, может быть, со мной, Роман Сергеевич, даже не согласится, но я поругаю советское прошлое. Потому что в советском нашем прошлом, особенно в застойном, люди привыкли считать, что у нас все есть. А на самом деле даже поздний, даже Брежневский Советский Союз со всеми его маразмами, он гарантировал каждому образование вплоть до высшего бесплатно, трудоустройство бесплатно, жилье бесплатно. Хочешь ехать туда, пожалуйста, там тебе квартира или комната от завода. Хочешь поехать в Среднюю Азию, пожалуйста, работай там, комната есть. Хочешь на Дальний Восток ехать, без проблем. И люди привыкли, что у них все есть, и бороться не надо, все же и так есть. И когда настала перестройка, и пропаганда начала активно внедрять рыночные ценности, люди думали, ну, Запад, это же, наверное, классная такая жизнь, это все, как у нас в Советском Союзе будет, квартиры будут, здравоохранение будет, образование будет, все будет бесплатно, и еще 300 сортов колбасы. Вот так думали наивные люди и голосовали за переход к рынку. В итоге они получили рынок нормальный, настоящий капитализм, настоящий, какой есть в большинстве стран мира, начиная от Аргентины и заканчивая какой-нибудь там Зимбабве. Как у всех, все нормально. Так вот, вот эта терпимость стала частью менталитета. И что хуже всего, не только у работников, но и у работодателей. Если работодатель, наш российский, традиционный, обычный работодатель в государственной сфере, в коммерческой сфере, видит, что работник вдруг что-то там о себе начал думать, что работник тут голос подает, что он права качает, вот даже выражение такое, да, права качает, он считает, что это преступление. Создать профсоюз – преступление. Потребовать повышение заработной платы – преступление. Потребовать, чтобы ты жил и работал в нормальных условиях – преступление. Ты покушаешься на его деньги. Ну, правда, на свои деньги, которые он у тебя из кармана берет, но это же его деньги уже. И наша история и наша повседневность полна такими примерами, когда самые простые, самые элементарные требования рабочих, даже не требования, даже просьбы, вдруг оказывались преступлением. Я приведу несколько примеров, тем более мне нетрудно это сделать, поскольку я и сам в некоторых событиях участвовал. Около 10 лет назад мытищи, мытищинский вагоностроительный завод. Когда вы входите в московское метро, садитесь в поезд, большая часть вагонов сделана на этом заводе. Мытищинский вагоностроительный, метровагон МАШ. Рабочий разгружал большой тяжелый груз на высоте определенной, там стеллажи. Груз оказался плохо закреплен, и он примерно с 3-4 метровой высоты упал на рабочего, повредил ему ступню, сломал ногу, сломал ногу. То есть это тяжелая травма, тяжелейшая по сути. Человек упал, там шок, потеря сознания. Что делает работодатель? Он говорит, слушай, Вася, все будет хорошо, не волнуйся, мы сейчас возьмем тебе такси, отправим домой, дадим тебе 10 тысяч, там все, лечись, ни в чем себе не отказывай, больничный выпишем. Ты только, пожалуйста, напиши везде, подпиши вот бумажку, что это бытовая травма, что это ты где-то вот на улице ногу сломал. 10 тысяч дадим. Ну, я отвлеченно говорю, условно, я не помню точных цифр, да, но примерно так обстояло дело. И рабочий на это дело поначалу было повелся, но вовремя остановился. Почему? Потому что это не бытовая травма, это травма на производстве. И если бы рабочий читал трудовой кодекс, он узнал бы, что травма на производстве – это такая вещь, такое событие, по которому работодатель обязан от начала и до конца полностью оплатить вам, пострадавшему работнику, лечение, реабилитация, сохранение зарплаты на время больничного и тому подобное. Все это он обязан, но, естественно, работодателю не хочется тратить деньги на какого-то коллегу, да, и он дает ему какую-то подачку, вот тебе десяточку, ты только напиши, что это было не у нас. Вот. Работник проявил твердость, и надо сказать, что не зря ему помогли. На заводе тогда существовал профсоюз защита, созданный самими рабочими, вопреки мнению работодателя. Этот профсоюз помог отстоять права рабочему, и в итоге вместо вот этой жалкой подачки, да, рабочий получил от завода полный курс реабилитации. И он выздоровел, нога срослась, все как надо, и все это оплатил собственник. Вынужден был под давлением профсоюза, потому что тогда, ну, ему просто грозили судом. Работодатель потом отомстил. И за этот случай, и за многие другие, профсоюз защиты на заводе был разгромлен. Разгромлен. Людей просто повыкидывали на улицу. В том числе и главным образом за то, что они пытались защитить свои права. Для работодателей это преступление. Другой случай. Забастовка. 2007 год. Подмосковные электрички. Я думаю, кто-то из присутствующих ими пользуется. Как господа из ООО РЖД экономят на нас с вами? Локомотивные бригады, которые обслуживают электрички, должны состоять по штату из трех человек. В том числе один человек должен находиться в конце электрички. И при каждой остановке должен высовываться и смотреть, все ли нормально. Не защемляют ли кого-то двери закрывающиеся. У них есть, конечно, зеркала. У них там своя сложная система. Но, тем не менее, двое впереди, один сзади. Господа сэкономили на этом третьем человеке. В результате в тот период уже были случаи очень трагичные. Когда человек спешил на электричку, двери закрывались. Женщина, например, ей защемляло ногу. Никто этого не видел. Электричка трогалась. И дальше трагедия, инвалидность, а то и смерть. Кто виноват? Конечно, машинисты. Они же дверь закрыли. Правильно? И машинистов подводили под суд. Им это надоело, мягко говоря. И они, используя тот профсоюз, который у них был. Он назывался РПЛБЖ. Российский профсоюз локомотивных бригад железнодорожников. Организовали летом, по-моему, седьмого года забастовку на двух или трех направлениях подмосковных электричек. Как отреагировал работодатель? Может быть, он решил пойти на переговоры? Может быть, они решили, что надо все-таки с рабочими пойти на диалог и перестать экономить на людях и на нашем с вами здоровье и жизнях? Нет. Офис профсоюза на одной из станций железнодорожных был разгромлен. Членов профсоюза подстерегли и избили неизвестные люди. Непонятно, кем нанятые. Все в итоге закончилось разгромом профсоюза. Это негативный пример. Это пример, который показал, что монополист не захотел пойти на диалог с рабочим. Но есть и много других примеров. Например, профсоюз МПРА. Межрегиональный профсоюз-рабочая ассоциация. Который создал свои ячейки на заводе Форд, на заводе Фольксваген, на многих заводах в нашей стране. Ленинградская область, Калужская область, Ростовская область и так далее. Они неоднократно устраивали забастовки, благодаря которым они добивались улучшения условий труда, повышения зарплаты, подписания нового коллективного договора, по которому работодатель оплачивал рабочим даже учебу, даже культурный и спортивный досуг. Они этого добивались, но добивались не разговорами в пользу бедных, не болтовнёй, не посулами какими-то, не мольбами, не просьбами, а борьбой. Классовой борьбой. Вот примерно такие были примеры. И, кстати говоря, я сам тоже могу сказать о своём опыте. Несколько лет назад мне довелось работать в одной коммерческой компании. Инженером. Я инженер, ну, как это принято сейчас говорить, айтишник. Занимаюсь телекоммуникациями. И в одной из компаний, которая сейчас входит в холдинг Rambler, это известное имя, да, сменился топ-менеджмент. И новая метла по-новому метёт. Люди, которые пришли к руководству, заявили, что вот теперь никаких плюшек не будет, а у работников были достаточно льготные условия, там, вплоть до бесплатных завтраков, да, теперь всего этого не будет, и теперь мы даже за пять минут опоздания будем вкатывать вам штрафы. Вот просто опоздал на пять минут. Ну, ладно, с инженерами это ещё можно понять, но там были и программисты, а программисты это сродни, так сказать, художнику. Если у него есть вдохновение, он пишет код утром, днём, ночью, вечером, без разницы. Если нет вдохновения, он сидит как пень и не прёт, да, работа не идёт. И поэтому заставлять программистов приходить там от звонка до звонка сидеть, это глупо. Это прежде всего бьёт по самой компании. Ну, а вот решили показать норов, и программистам и инженерам это не понравилось. В ответ был создан профсоюз, и началась многомесячная борьба, драка, в которой профсоюзу пришлось выступать против юристов компании и против невежества некоторых собственных коллег, которые говорили, да ну что вы, профсоюз это что-то такое непонятное, это какой-то косплей, я даже не знаю, что это, зачем это. Да, они реально не понимали, то есть, ну, они думали так, что, ну, я программист, там, я какой-нибудь крутой инженер, зачем мне что-то бороться, зачем мне вообще париться с этим, если будут проблемы, я устроюсь на другое место. Так многие думают из белых воротничков. Они не понимают, что вот такая позиция в массе своей, она постоянно приводит к ухудшению условий труда, условий на рынке. И в конечном счете этот белый воротничок обнаружит, что ему все труднее и труднее устроиться на нормальных условиях. Все больше и больше конкуренции, все хуже и хуже в целом условия по отрасли. И кого он будет винить, непонятно. А винить надо, в общем-то, себя, свою позицию. Многомесячная борьба закончилась, ну, так сказать, боевой ничьей. К тому моменту условия в компании настолько ухудшились в целом, что люди, создавшие профсоюз, сами расхотели в ней работать. И в итоге было достигнуто соглашение с руководством компании. Люди поувольнялись, получив очень-очень щедрые выходные пособия в размере трех-четырех окладов. А оклады там были с премией, ну, очень много, в общем. Вот. Поэтому путь борьбы, он, конечно, не гарантирует результат. Но что очень важно понимать, вот если вы столкнулись с проблемой, и если вы будете бороться... Сейчас, небольшая пауза. Если вы будете бороться, нет, конечно, никакой гарантии, что вы победите. Вполне возможно, что вас победят. Может быть, вам шею намылят. А может быть и наоборот. Но если вы не будете бороться, если вы будете терпеть, тогда гарантированно все будет только хуже. Сто процентов. Без вариантов. Будет хуже. Вот это важнейший момент. Когда вы встаете на путь борьбы, вы даете сами себе шанс. Может быть, получится, может быть, нет. Если вы не боретесь, гарантированно ничего не получится. Гарантированно вы проиграете. Вы уже записали себя в проигравшие. Ну и в завершение несколько уже более, что ли, теоретических слов. Борьба – это бывает разных видов. Самый простой вид классовой борьбы – это борьба экономическая. Это то, о чем я по большей части рассказывал. Борьба за зарплату, за нормальные условия труда, за то, чтобы вас уважали на рабочем месте, за то, чтобы вас не обманывали, чтобы у вас был достойный оклад и так далее, и так далее, и так далее. В том числе борьба за право на создание профсоюза. Оно прописано в законе, но по факту оно сплошь и рядом нарушается. Вот даже этого, к сожалению, в основной массе наемных работников нашей страны нет. Они предпочитают терпеть. И пока они в массе своей терпят, ситуация в стране не улучшится, в том числе для нас с вами. Поэтому очень важно, если вы действительно хотите бороться, очень важно не стесняться этой мысли, но и убеждать своих коллег в том, что это правильный путь. Борьба в одиночку очень трудна, но когда вы боретесь все вместе, сообща, вы гораздо эффективнее добиваетесь результата. Следующий вид борьбы на ступенечку выше – это политическая борьба. Да, политика – страшное дело. Нас по телевизору убеждают, что нет-нет, вы не должны соваться в политику. Это грязно, это плохо. И вообще политика – это для профессионалов. Ну, мы их видим всех в телевизоре. Профессионалы просто спасу нет. Да. Нас всеми силами отвращают от политики. Но даже если не углубляться в какие-то оттенки идеологии, там разных цветов и так далее, задайтесь простым вопросом. Чем регулируются трудовые отношения? Чем регулируются ваши права и ваши обязанности на рабочем месте? Основной документ – закон, да. Трудовой кодекс Российской Федерации. Кто принимает Трудовой кодекс? Государственная дума РФ, которая формируется из политических партий. То есть принятие закона или даже принятие отдельной поправки в этот закон уже оказывается политическое дело. И если наемные работники хотят защищать свои права, в том числе и продвигать свои интересы в законодательство, они должны иметь свою политическую силу. То есть они должны заниматься политической борьбой. Это логично. И третья, самая, пожалуй, высшая форма классовой борьбы – это борьба идеологическая. Когда вы боретесь за свои права, когда вы приобретаете опыт в этом нелегком занятии, вы обнаруживаете очень удивительную вещь. Поначалу даже, может быть, она вас ошарашит. Вы боретесь с нечестным работодателем Сидоровым или с каким-нибудь предпринимателем, нехорошим, грязным, мошенником Петровым. Неважно, как его зовут. И вы вдруг обнаруживаете, что у Сидорова есть достаточно денег, чтобы нанять против вас юриста. У него, оказывается, есть хорошие связи с районным судом, который почему-то, несмотря на очевидное нарушение закона, принимает его сторону. Он с легкостью уходит от прокурорской проверки. И даже более того, он начинает грозить вам полицией. Хотя закон на вашей стороне, хотя он открыто нарушает законодательство, но почему-то он вам грозит полицией, а не вы ему грозите полицией. И вот набивая шишки на этом пути, вы внезапно обнаруживаете, что вам приходится бороться, независимо от вашего желания уже, вам приходится бороться не с отдельным, недобросовестным работодателем, Петровым, Сидоровым, Дерипаской, Абрамовичем и так далее, а с целой системой. Оказывается, они все друг с другом связаны. Они все друг другу отстегивают. У них у всех общий интерес держать вас в узде, чтобы вы послушно терпели и молчали. Терпели и молчали год за годом. Против нас с вами работает система. Общественно-экономическая система. Система отношений, в которой работодатель всегда прав, и у него есть все рычаги. Денежные, финансовые, кадровые, аппаратные, административные, чтобы заставить вас работать больше и за меньшую плату. В то время как ваш интерес совсем противоположен. И вот на этом этапе вы понимаете, что да, для того, чтобы добиться успеха принципиально, для того, чтобы поставить в этой борьбе точку, для того, чтобы не беспокоиться о своем будущем каждый день, вам придется бороться с системой. Потому что даже если вы добьетесь успеха и создадите профсоюз, и этот профсоюз у работодателя отвоюет какие-то там права, вы получите большую премию, отлично, вы молодцы, вы трижды молодцы, но как только вы расслабитесь, работодатель постарается отыграться. И так будет вечно, пока существует эта система, в которой работодатель всегда прав, в которой работодатели сидят в парламентах, работодатели сидят в министерствах и занимают президентское кресло. Они, их интересы. Вот на этой высшей стадии классовой борьбы я, пожалуй, остановлюсь, поскольку дальнейшее может вступить в противоречие с Уголовным кодексом Российской Федерации. Вот студент хотел задать вопрос. Дорога молодец. Дорога молодец. Вот у меня по-моему вопрос. Какой план у вас тема? Глазовая борьба с социальной партнерской, правильно? Соответственно, вы говорите про то, что нужно бороться, борьба. А у меня к вам вопрос. Вот вы как раз говорите про то, что нужно бороться с системой. Правильно? А как вы можете бороться с системой, если у системы есть силовая структура? То есть получается только меньше, что вы боретесь, мы начинаем бороться с той системой, в которой у власти находится силовая структура. Это МВД, ФСБ, бывшие ПГБшники. Сейчас и Росгвардия. Росгвардия, ну неважно. Притом Росгвардия уже, по-моему, составляет 400 тысяч человек. Это приблизительно половина нашей российской армии. Поэтому у меня к вам вопрос. Тут, получается, нужно бороться, брать оружие в бюки. Честно говоря, я тоже изучал историю, я не могу привести ни одного примера, чтобы власть в нашей стране ушла мирно. Точнее, даже не власть, а определенная политическая система. Режим. Ну, во-первых, я очень рад, что мое выступление привело вас к интересным выводам. У меня на этот счет есть несколько пунктов, по которым я хотел бы ответить. Во-первых, ну, я не призываю вам бросаться с булыжником на ОМОНовцы, это довольно пустое занятие. Дело в том, что вот эта высшая стадия классовой борьбы, когда речь идет уже о борьбе с системой, мы не можем на нее просто вот так взять и запрыгнуть. Для того, чтобы она стала реальностью, не нашим желанием, не фантазией, а именно реальностью, мы должны пройти все остальные ступеньки. Сейчас мы не можем эффективно бороться с системой. Я не говорю, что этого не нужно делать, но победить ее в нынешних условиях общего упадка рабочего движения, когда большинство рабочих даже за элементарные права не способно бороться, не потому что не может, а потому что боятся, не верят в свои силы или обуржуазились, как вот некоторые предполагают. Вы хотите изменить мобилитет Российской Федерации? Не я хочу, а он... Вы хотите изменить мобилитет России? Он сам неизбежно будет меняться по ходу нарастания этой борьбы. Это объективный процесс. И я продолжу. Эффективное противостояние системе возможно тогда, когда трудящиеся, наемные работники, в том числе присутствующие, здесь смогут эффективно бороться на экономическом уровне, то есть вы уже будете иметь опыт борьбы, прежде всего, прежде всего, элементарной борьбы за свои права, за кусок хлеба. Вот. Когда вы будете уже знать, что такое профсоюз, какие его плюсы и минусы, когда вы уже научитесь пониманию, что такое политическая борьба, насколько она нужна, когда будет уже политическая организация, которой вы доверяете, которую вы сами создали, или в которую вы сами вошли, потому что она отвечает вашим интересам. И уже на этой стадии, когда рабочее, трудовое, народное движение становится массовым, тогда уже в повестку дня может встать и вопрос о борьбе с системой не просто как отвлеченное понятие, а как нечто осязаемое и эффективное. И второй момент. Да, сила очень грозная, о которой вы говорите. Но не надо забывать, что вся эта грозная сила состоит из живых людей, которые тоже имеют некие проблемы, возможно, да? Чем больше этих, прямо скажем, жандармов, тем меньше получает каждый отдельный из них. Если вы зададитесь целью изучить вот эту кухню внутри, вы обнаружите, например, что рядовой и сержантский состав полиции, Росгвардии живет совсем другой жизнью, нежели, скажем, старший офицерский состав. И если вы изучаете историю... Есть определенные знакомые, вместе с определенными связями, с культуром силовых, я вам могу сказать, что они живут довольно бедно. По-московски меркам. Действительно. Я просто к тому, что вот если вы, например, ту же историю изучаете, вы хорошо знаете, что царской России, многомиллионная армия, жандармерия, полиция, казаки, дикая дивизия, охранка ничего не помогло в конечном счете. Потому что идея, когда она овладевает массами, она становится материальной силой. И если в бой посылать людей, которые не верят в то, ради чего они воюют, ничего хорошего из этого не выйдет. Александр Сергеевич, я вас знаю как профессионального левого активиста, кстати, известного, это можно погуглить. Поэтому задаю вам чисто профессиональный вопрос. У нас страна с большими левыми традициями, в этом хорошем смысле слова, советское прошлое все-таки. Чем вы объясните вот такое позорное, я бы так сказал, состояние левого движения, славы представленности в протестном движении именно левых. Власть реально боится не левых, а либералов. И вот в болотном движении то же самое, либералы быстро подмяли под себя левых, их не слышно сейчас. И власть боится тем же самым и нацветной, либеральной революции, но никак не левый бунт. Чем объяснить? И как вы хотели бы предложить какие-то рекомендации, у вас какие-нибудь есть, наверное, как у профессионального левого, как выйти из этого положения. Я считаю, это позорное, сектантское положение левого. Для России это, но не свой. Спасибо. Спасибо. Ну, прежде всего, я выражу протест против, так сказать, того, чтобы называть меня профессиональным, левым и прочее. Я профессиональный инженер. Я учился на инженера. Погуглите. Это ради бога, но все-таки я работаю, я инженер. Есть, знаете, левые на зарплате всякие разные, профессиональные, я к ним не отношусь. Я зарабатываю себе на жизнь с честным трудом. Можно сказать, что я любитель со стажем, если уж в такой категории. Что касается левого движения, на этот вопрос мне приходилось отвечать довольно подробно на дискуссионном клубе Алиби, по-моему, летом прошлого года. Вы знаете, левое движение и, может быть, даже я уже скажу, коммунистическое движение, потому что левые, они бывают разные. Левые антикоммунисты есть, левые борцы, левые есть борцы за меньшинство, тоже левые. Курганян тоже левый, архохранитель, так сказать. А вот если говорить о коммунистах, состояние коммунистического движения это в той или иной степени отражение, как в зеркале, может быть, в кривом, состояние народного движения. Не может быть сильного красного движения, если нет движения народа. Вот ответ в целом на ваш вопрос. Если люди делают только первые шаги в борьбе за свои права, если опора вот эта вот массовая отсутствует, коммунисты себя ощущают, как на скользком льду, не на что опереться, понимаете? И в условиях слабого народного движения, коммунистическое движение, оно тоже или оно слабое, или оно оппортунистическое, как мы видим на примере КПРФ, реформистское, продажное даже. Вот. Вот примерно так. Поэтому левое движение, оно в весьма печальном сейчас состоянии, это очевидно, и это закономерно именно поэтому, потому что социальной базой левых является трудящаяся масса, а она пока что инертна, апатична, и вот это жестко связано на самом деле. Что касается либералов, я здесь скажу вещь, с которой, может быть, не все согласятся. Дело в том, что либеральное оппозиционное движение в том виде, в каком оно существует, оно создано в значительной степени, не на 100%, не на 90%, но в значительной степени самой этой властью. С самой этой властью. Как известно, лучший способ развалить, это возглавить. Вот. Мы отдаем должное умению кремлевских политтехнологов, в администрации президента сидят умные люди, мы это видели в том числе по прошедшим выборам, которые были интересны обывателю, хотя результат вполне очевиден. И когда вот еще болотные протесты начались, мы прекрасно помним, как все с самого начала было. я, собственно, непосредственный участник тех событий с самого первого дня. Я знаю, что изначально 10 декабря какого года-то? 11 года, да, митинг, самый-самый первый митинг, да, должен был состояться не на Болотной, а на площади революции, его должен был возглавить ну, левый фронт, скажем так, да, люди близкие Кудальцову, да, и что сделала власть руками мэрии Москвы, чиновников, правительства Москвы, да, одни заявители были убраны, и на их место императивно были поставлены господа либералы, заодно было перенесено место на болото. То есть, по сути, сама власть поставила либерала возглавлять этот протест. Да, это удобно, это чертовски удобно. Люди недовольны, так давайте дадим им лидеров наших, контролируемых, которые более-менее на крючочке, да, вот, если что, там против Навального дела по Кировлеесу возобновят, там, или еще что-то, да, и вот мы видели, как из месяца в месяц эти господа, как Моисей по пустыне водили людей Болотная, там, проспект Сахарова, Болотная, проспект Сахарова. Никакого движения вперед, никаких там, никакой самоорганизации, никаких реальных достижений, надо просто прийти, послушать, пошуметь, мы здесь власть, да, и снова разойтись по домам. Вот так замечательно власть с помощью либералов этот протест слила. Так, сейчас вам вопрос, да, потому что вам уже уходите раньше, давайте уйдем то, что вытачиваете, да, потом, как известно из истории, вот как бы тот устой, тот склад, который присутствует сейчас, он в России примерно всегда был. Чуть плюс-минус вид изменялся. Но у нас же, как бы, он не меняется по причине некоторых факторов. Во-первых, потому что власть, это благополучно все заминает, а во-вторых, это ведь любимая русская болезнь, воровство. потому что даже те, кто пытаются вести куда-то, сделать какую-то агитацию чего-либо, как у нас времени заболевают этим прекрасным заболеванием, которое уже национально у нас. Вот, на ваш взгляд, как бы, что надо изменить в нашем истории? Уточняющий вопрос, что вы имеете в виду, когда говорите, что уклад ад у нас не менялся. Вы имеете в виду менталитет или что? Неправильно сказал. Он очень медленно и очень плохо в виде изменялся. Менталитет? Да. Менталитет. Ну, сложно так сходу ответить, тем более, понимаете, менталитет, общественное сознание, это не та вещь, которую можно изменить по мгновению волшебной палочки. Я бы ответил словами Иосифа Сталина, который говорил, что нам нужно соединить русскую революционную энергию с американской деловитостью. Вот примерно так он высказался. Но это было, правда, сказано уже после революции, когда Россия отстраивалась после войн, да, и было, с одной стороны, очень много революционного размаха, а с другой стороны, этот размах часто оборачивался шапки-закидательством, разгильдяйством и воровством тоже, да. И вот здесь он призывал брать пример Соединенных Штатов Америки, где деловитость и вообще деловой подход в хорошем смысле этого слова очень был развит. Там жили люди, деловые люди, которые умели ценить время, умели ценить ресурс, умели ценить человека, да. И вот Сталин, тот же Сталин, призывал брать пример оттуда. И целые делегации советские из разных отраслей ездили в Соединенные Штаты перенимать опыт. Это было вот все 30-е годы практически. Даже, кстати говоря, может быть, вы удивитесь, но фастфуд в нашей стране впервые появился в Москве, кажется, в 35-м году. Гамбургеры, настоящие гамбургеры, которые делегация во главе с Микояном привезла с Соединенных Штатов и научили их делать в Москве наш советский общий ПИД, чтобы рабочие могли питаться и качественно, и при этом быстро. Вот, но это я немного отвлекся. Значит, тогда Александр Геннадьевич. В общем, Александр Сергеевич, спасибо за такой и рациональный, и эмоциональный доклад, очень интересный. Хотел такой вопрос задать. Борьба против системы понятно, да, вот внутри нашего, так скажем, государства, и так далее. А как обстоят дела, исходя из вашего опыта, сколько у меня лично такого опыта нет, к сожалению, как обстоят дела с международной борьбой с международной системой? Ведь когда мы говорим о борьбе с системой, российская система, это часть глобальной системы, так скажем. Трудно поспорить с этим, да? Вот, на каком этапе какие-то трудности, успехи какие-то есть в плане международного рабочего такого движения? Ну, я очень кратенько отвечу, поскольку не уверен, что тема настолько интересна всей аудитории. Вкратце, перевес сил, конечно, неблагоприятный. На международной арене существует целый ряд всемирных организаций, которые также всячески стимулируют борьбу за свои права. Я хочу отметить среди них Всемирную Федерацию Профсоюзов. Это та федерация, которая создана, по-моему, в 45-м или 46-м году на волне Победы Великой. И она реально объединяет миллионы, миллионы, десятки миллионов по сколько? 92 миллиона человек по всему миру. Не так уж, в общем-то, много, но не так уж мало. И что касается, например, ситуации в Европе, то мы знаем, что борьбу там вести привыкли и что благодаря этому уровень жизни там высокий, я об этом говорил, но бороться там умеют, но там не очень умеют побеждать. Пока так. Пока так. Что касается остальных регионов, то это в какой-то степени терра инкогнито. Вы практически не получаете никаких новостей, например, из Китая, из Индии, из Африки, а ведь там классовая борьба кипит, бурлит и каждый день эта борьба приводит там и к победам, и к поражениям, и сопровождается жертвами. У нас просто масс-медиа не любят об этом говорить, но подумайте о тех тысячах рабочих, которые собирают, например, айфоны на своих китайских фабриках, не на своих, на чужих, на айпловских, и продолжительность жизни такого рабочего не достигает 40 лет. В 21 веке сегодня айфоны, вредное химическое производство, патагонная система, по 10, по 12 часов в сутки, жилье в комнате, которая может быть размером примерно с эту парту. Понимаете? Вот в таких условиях живут рабочие, и неудивительно, что в том же Китае часто вспыхивают не просто забастовки, а кровавые столкновения с полицией. В Индии, где детский труд, где дети 10 лет работают в шахтах, в шахтах, до сих пор, до сих пор, да, где все это выбрасывается, отходы производства сразу на улицу. Что творится в Африке, говорить вообще страшно. Поэтому, да, да, борьба идет, борьба идет очень сложная, и пока еще не хватает ей централизации, координации, но все идет по нарастающей, потому что даже отчеты самих ведущих, скажем так, империалистов мира показывают, что из года в год расслоение общественное все больше и больше. Богатые все богаче, бедные все беднее по всему миру, в том числе в США. Вы очень здорово раскрыли сложившуюся нововрему, интересно было вас слушать. Но, верно, в дотовуте власти мы рискуем прийти к тому же, что из Божьей на Украине весь власть это те же люди, это выходцы из простого народа. Значит, какая власть такой народ? И есть риск того, что руководители восставших будут просто преследовать свои личные интересы, и придя к власти они ничего хорошего не сделают, наоборот, плохую ситуацию. Значит, что, помимо восстания нужно еще и поддерживать руководителей не только тех, которые не свои цели преследуют, а цели народа. И как таких людей на них себе не толкуют? Вы правы. Если борющийся народ лишен, ну, скажем так, идеологического ориентира, что ли, очень легко этот протест, эту борьбу увести в сторону и получить Майдан. Самый обыкновенный Майдан. Я понимаю, что это страшилка пугала со стороны наших правительственных телеканалов, которые любой протест с готовностью объявляют Майданом, но в то же время нельзя отрицать, что на Украине сейчас действительно фашистский режим, на самом деле. То есть, прямая, открытая, террористическая диктатура, когда человека могут схватить на улице просто за то, что на нем, например, вот такой значок. Это достаточно для того, чтобы оказаться на Украине в застенках. Ответ на ваш вопрос я бы сформулировал так. Во-первых, очень важна именно идейная подготовка. То есть, если народ в этой борьбе выступает как пассивная масса, которую ведут какие-то вожди, какие угодно хорошие, какие угодно умные, какие угодно честные, это плохо. Это всегда плохо заканчивается. Если народ не понимает толком чего он хочет, ради чего он идет, что он хочет построить, если он не старается постичь всю эту науку, всю эту идею, тогда он легко окажется объектом манипуляции, как случилось и на Украине. И второй момент. Вожди это хорошо, это понятно, но люди должны учиться сами контролировать свою жизнь, не просто свою собственную жизнь, но они должны учиться быть хозяевами в своей стране. Один из краеугольных ковней вот этой большевистской концепции, которая победила после Октябрьской революции, состоит в том, что народ сам становится властью непосредственно через систему советов. Не депутаты, которых ты выбрал на 5 лет, и они там жируют, воруют, что угодно делают, и ты с этим ничего не можешь сделать. А принцип советов, когда любой избранный не освобождался от работы, представь себе депутата, который каждый день приходит на работу на свой завод, не в Думу, а на завод, он продолжает там работать, просто он работает не 8 часов, а скажем 4, остальные 4 заседают в совете. Представь себе, что этого человека коллектив завода может в любой момент по легкой процедуре, простым голосованием снять с депутатства, ты проворовался, мы тебя посадим, и люди имели на это право, и так далее, я не буду уже распространяться, но смысл в том, что нужна такая система, при которой общество могло бы полностью прозрачно и легко и эффективно контролировать любых своих выдвиженцев, любых чиновников любого уровня, как это очень интересная тема, но просто времени уже наверное не хватает. Но идти нужно в этом направлении, то есть первое, это обязательно идейность, те массы, тот народ, который идет на борьбу, он должен знать зачем и ради чего, чтобы вовремя понять, если он свернул не туда. И второе, это механизм контроля, общественного контроля, абсолютно эффективный, абсолютно демократичный, при котором реально, а не на бумаге, как сейчас, можно кого угодно снять и посадить, грубо говоря. Когда говорят о Майдане, действительно правильно было сказано, то есть объективно протест, он имеет свои основания, да, и люди, кстати, кто на Майдан выходил, вот я тоже тут хочу, как немножко, там далеко не все фашисты, многие выходили искренне, но их увели в сторону, да, и в значительной степени путь к Майдану, это воздержание от борьбы, то есть когда люди не борются, а потом вдруг вспыхивают, их очень легко завести в сторону, а вот когда люди систематически борются за свои права, тогда уже эти стороны увести значительно сложнее, вот, и, кстати, победа большевиков, она была не только благодаря денью Ленина и большевиков, а благодаря тому, что рабочий класс был организован в Советы, уже во время революционных событий, это Санкт-Канал решает все вот. Ну все, последний вопрос тогда, вот. У нас такой комментарий и вопрос, а вы задумались над тем, что самый главный системы, так скажем, парализования иного мнения, которое будет против власти, это образование. Ведь лучше всего контролировать тех, кто будет контролировать, то есть контролировать марионеток, что будет других, марионеток контролировать. Нам, например, на уроках того же общества знаний говорится, что вот права человека и его достоинства, а про обеспечение трудовой, ну скажем так, деятельности, права на обстанивание с их прав, создание профсоюзов у нас ноль. Ну, не в обиду, конечно, синергии, но у нас, кстати, у айсичников было два севестра, по-моему, деление специальности очень хорошо, но все-таки это занимается образованием. И второе, это даже выявляется на уроке история, когда даже при помощи тех же масс-медиа говорят о том, что октябрь 17-го года произошел благодаря германским империалистам, а не рабочим, которые мне нравилось пахать по 18-часов день. Я понял. Вопрос я хочу ответить так. Вот буквально вчера мне на глаза попался замечательный скриншот или скорее фотография, можете меня даже найти в соцсетях и посмотреть. Учебник обществоведения, кажется, за 4-й класс, повторюсь еще раз, для учеников 4-го класса школы, в котором целая страница была посвящена теме, как жили люди в Советском Союзе. И там были нарисованы обувь из шинных покрышек, гулаг, там понятно, в общем, все плохо, всех хватали на улице, расстреливали, то есть вот этот яд, эту отраву уже в 4-м классе постепенно вносят в сознание детей, поэтому да, те, кто руководит этой системой прекрасно понимают, что образование очень важно, именно поэтому ввели единый госэкзамен, который отупляет, оглупляет людей, которые заменяют учебу дрессировкой, как зверей на самом деле, вот, поэтому и само качество образования непрерывно ухудшается, чтобы люди выходили из стен вуза не понимающими, что происходит в обществе, что вообще происходит вокруг, нас натаскивают, нас дрессируют, каково лекарство? Высшая школа экономики и университета зарубежная для богатых, пожалуйста. Знаете, бывал я и в высшей школе экономики, там тоже хоть святых выноси, по крайней мере по общественным наукам, так вот, лекарство, от этого, мне кажется, только одно, это критическое мышление, но прежде всего, конечно, самый трудный этап, это нужно понять, что ты хочешь мыслить, независимо, самостоятельно, вот этим штампом и каноном. А дальше критическое мышление, вот тебе говорят про деньги германского генштаба, да, а ты попробуй это разобрать самостоятельно. У нас, благо, что мы живем в Москве, есть, например, под рукой на Малой Дмитровке РГАСПИ, это Российский Государственный Архив Социально-Политической Истории. Вы имеете уникальную возможность, как проживающие в Москве, зайти туда и по записи, по письму затребовать любые документы. И посмотреть фотокопии оригиналов любых практически документов. Вот. И если вы увлекаетесь историей, вы можете это сделать сами, вы можете найти независимые исследования, вы можете ознакомиться с фактурой, которая камня на камне не оставляет от этой пропаганды. И когда вам говорят про права и прочие замечательные вещи, все эти моменты, когда вы выйдете в большую жизнь, начнете работать, они просто не выдержат столкновения с реальностью. Вот это будет самое действенное лекарство против такой пропаганды. То, что вам говорят по общественным наукам, не выдерживает столкновения с реальностью и рассыпается. Мы, как известно, и Владислав Геннадьевич, и ваш покорный слуга, конечно, такие мифы не говорили здесь на наших занятиях. Кстати говоря, всегда проводим в том числе такие мероприятия. И здесь я хочу сказать, и мы будем вот это выступление завершать, я хочу сказать, вот есть такой лозунг «Начни с себя». Я его очень не люблю, потому что обычно говорят «Начни с себя» в плане чего? Не лезь в политику, а работай по 12 часов в сутки, вот начни с себя, будешь жить хорошо. А я его понимаю по-другому. «Начни с себя», то есть, допустим, ты преподаватель, ты студент, вот ты начни с себя, организуй секцию, почитай разные источники, начни думать своей головой. Вот в этом смысле мне кажется, нужно вот идти этим путем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!